Люберецкие байкеры провели традиционный заезд, посвященный открытию мотосезона. На праздник съехались несколько сотен мотоциклистов из разных регионов. Тему продолжит Богдан Колесников. Колонна стартовала от сквера Победы. Байкеры сделали круг почета через Малахов, Куверию, Жуковский и вернулись в городской округ Люберцы. Финиш мотопробега в летнем парке. Отлично, великолепно. Погода порадовала. Дождь разошелся. Настроение супер. Коллектив супер. Поездка тоже все супер. Все хорошо. Самое главное – без происшествий. Почти два десятилетия мотопробег проводит клуб «Свобода двух колес». В этом году открытие сезона посвятили главному празднику страны – Дню Победы. Мы русские, с нами Бог. И погода даже какая. С утра был снег, потом дождь. Многие вообще клубы отказались проводить в Москве, в других местах. Но мы кремень, мы держались на паспи. Мы верили. И вот, пожалуйста, главное – верить. И из Латвии, и из Украины, ребята у нас есть. У нас с Молдавии, с Белоруссии. Ну, вся наша страна, которую мы помним, она у нас объединяется. И эти праздники, они помогают этому. Разве не для этого мы здесь собрались, чтобы в дальнейшем дружить, любить друг друга и помогать друг другу. Мы все-таки русские. Гостей праздника ждала грандиозная спортивно-концертная программа с играми и конкурсами. Фестиваль набирает все больший размах, собирая не только байкеров. Мне очень тут нравятся разные конкурсы, еда вкусная, мотоциклы. Прям очень интересно за этим всем наблюдать. Подтягиваю своих друзей иногда. Некоторые не хотят участвовать в этом, но есть люди, которые прям в этом, от этого фанатеют. Всем рекомендую. Концертную программу открыла группа Джимми. Без ее участия не проходит ни один фестиваль байкеров. У нас приезжали, я помню, из Донбасса ребята. Так что все. Идем много со временем. Я бы советовал, раз мы 17 раз собрались в этот год, чтобы на следующий год еще больше пришли. Вы-то будете выступать? Обязательно. На одной сцене с группой Джимми, которая более двух десятилетий популяризирует произведения зарубежных исполнителей стилей рок и блюз, мощную энергетику и драйв, подарила группа Wild Rebel. Атмосфера классная. Классный у вас город. Вообще сегодня праздник довольно-таки прекрасный, замечательный. Всех байкеров поздравляю. У вас вообще здорово, классно. У вас очень много людей, которые в теме. И это прекрасно. Фееричным завершением праздника стало выступление кавер-бэнда «Внезапная голова». Музыканты исполнили хиты легендарной хоррор-панк-группы «Король и Шурт». Гениальная музыка продолжает жить. Больше ничего не надо. Но эти люди встречают не меня. Посмотрите на меня. Это не я. Там все, что я смог сделать, чтобы быть похожим на ребят из «Короля и Шута». Сборный образ, вот это все. Это все просто дать возможность «Королю и Шуту» еще прожить немножко. Музыки. И у нас это получается, и не только у нас. Завершился фестиваль праздничным фейерверком в небе над Малаховкой. Богдан Колесников, Денис Заугольников. Телеканал ЛРТ.